Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Догвель. Наверное, многие из вас слышали о том, что собака от рождения умеет плавать и очень любит воду. Сегодня мы не только постараемся развеять этот миф, но и позанимаемся с собакой в бассейне. Посмотрим, как происходит аква-тренировка и давайте познакомимся с Анастасией Шорниковой, аква-тренером. Анастасия, добрый день. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, для чего собаки заниматься в бассейне? Ну, если обобщить, то, в принципе, для того же, для чего и человеку. Вообще в бассейне можно очень разные задачи поставить и решить очень разные задачи. Многие приходят в бассейн просто узнать, умеет ли собака у них плавать, ну или научить ее плавать. На самом деле это миф, что все собаки от природы плавают, поэтому категорически не рекомендую никому пытаться собачку, ну, научить. Бросить в воду, да? Просто бросить в воду, а там, глядишь, она и поплывет. Нет, мы таким образом можем собаку очень сильно напугать и привить ей резко негативное отношение к воде на всю оставшуюся жизнь. Поэтому гораздо правильнее будет это сделать спокойно с тренером, который подскажет, поддержит, там, в жилете изначально, да, пока она не наработала технику плавания и так далее. Плавание – это прекрасный способ укрепить общий мышечный тонус, связочный аппарат. Как профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний – это тоже незаменимая вещь. В принципе, у собаки, когда она плывет, работают те мышцы, которые в обычной жизни не всегда задействованы. Поэтому вот в целом это прекрасный способ и добавить какой-то общей рельефности, да, вот фигуре собачьей. И также это способствует тому, чтобы собака потом на суше двигалась уже более грациозно, так, изящно, да. То есть и в плане подготовки к выставкам, например, это тоже прекрасная вещь. Ну и, соответственно, это повышает общую выносливость организма собаки и так далее. Анастасия, а подскажите, плавание в бассейне имеет ли какое-то лечебное свойство для собаки? Можно и так сказать, да. Плавание очень хорошо помогает в занятии в бассейне, да, при лечении, нарушении функции опорно-двигательного аппарата, включая дисплазию суставов и позвонков. Также это прекрасно подходит как лечебная терапия для восстановления после травм, операций. А помимо физического развития, какое еще свойство имеет тренировка в бассейне для собаки? Ну, лично для меня всегда очень важно не только вот физиологический аспект этого занятия, но и как собака чувствует себя в воде эмоционально. То есть я всегда стараюсь как-то собачку увлечь, сделать это для нее игрой такой интересной. То есть вот здесь вот ты за мной гоняешься, а вот так я тебе показываю, ты вот сюда плывешь, вот здесь мы поворачиваем, а тут мы на перегонки за игрушечкой плывем и так далее. Это все тоже опять-таки развивает интеллект собаки и добавляет вот позитива в копилку ее личного опыта взаимодействия с человеком, соответственно, доверие к нему. А это основа основ для нашей совместной счастливой жизни с питомцем. Анастасия, ну это безумно интересно. Давайте уже прям очень хочется приступить к тренировке и увидеть своими глазами, как это все выглядит. Пойдемте. Продолжение следует... Продолжение следит за тем, чтобы собака нагружала все мышцы равномерно, используя различные упражнения. Поэтому в результате собака получает очень сбалансированную нагрузку. В воде собаке приходится преодолевать большое сопротивление, чтобы добраться из точки А в точку Б. В результате уже через 10 минут плавания она чувствует себя так, как будто пробежала кросс по лесу. Отличие от кросса в том, что нагрузку испытывают только мышцы собаки, но не суставы и не позвоночник. При беге собака отталкивается от поверхности и приземляется. Чем быстрее бег, тем больше амплитуда движения, тем сильнее получаются удары лап о поверхность. При плавании такой нагрузки собака не получает, поэтому вероятность травмы исключена. Плавание полезно всем собакам, а особенно щенкам для правильного роста и гармоничного развития, для профилактики подростковых травм, для умения правильно пользоваться растущим телом. Собакам с лишним весом для максимально безопасного и быстрого сброса лишнего веса с одновременным набором мышечной массы. Городским собакам для снижения возбудимости, профилактики раннего старения и получения необходимых нагрузок. Нестерилизованным собакам. Кобелям для снижения полового возбуждения, а сукам для прекращения ложной беременности и восстановления после вскормливания щенков. Активным собакам для профилактики травм, улучшения координации и выносливости. А также собакам с ограниченной подвижностью. Дисплазией, после операции на суставы и связки, охотничьим и ездовым собакам при подготовке к сезону. Выставочным собакам для улучшения координации, движения и физической кондиции. Как и для любого вида тренировки, у аква-тренировки есть свои нюансы. На экране вы видите перечень противопоказаний. Вы можете поставить видео на паузу и ознакомиться с ними. Что же взять с собой на занятия? Для посещения бассейна вам будут необходимы ветеринарный паспорт, любимая резиновая игрушка и лакомство. Не забудьте также о том, что перед аква-тренировкой вам обязательно нужно выгулить питомца, не кормить собаку 2-3 часа, а также нередко требуется помыть. Для Анастасии важно не только физическое развитие собаки, но и ее хорошее настроение. Именно поэтому каждая тренировка имеет положительное подкрепление и игровой формат. Адрес кинологического центра Доквилл, при поддержке которого было снято это видео, находится в описании. Мы хотим выразить благодарность Анастасии за информационную поддержку. Дорогие друзья, сегодня мы с вами поняли, что бассейн это очень интересный, нужный и важный вид тренировки для ваших собак. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Друзья, в такой непростой ситуации мы можем надеяться только на вашу помощь и поддержку. Поделитесь этим видео с друзьями, если оно было для вас интересно. Ну а мы будем продолжать делать для вас интересный контент.